По уже сложившейся традиции, еженедельное совещание руководителей начали с обзора санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и районе, ввиду распространяющейся коронавирусной инфекции. На данный момент в ковидном госпитале лечения проходит 146 пациентов, трое из которых подключены к аппаратам ИВЛ. В целом Рамиль Мулин оценил ситуацию как стабильно напряженную, требующую постоянного контроля. Также руководитель отметил, что на сегодняшний день крайне важно обеспечить себя и своих близких всеми доступными средствами защиты, одной из которых вакцинация и ревакцинация. Особое внимание участников онлайн-совещания Рамиль Мулин обратил на события, происходящие на Украине, точнее вопросу размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Пока на сегодняшний день определены площадки, где реально возможно разместить беженцев. Это санатория «Жемчужина», «Левадия», «Васильевский». И есть площадки, которые в Челнах. Это гостиница «Кварт» и гостиница «КамАЗ» на беженцев. Пока нижнекамские точек локации нет, но если будет необходимость, то нами тоже предложен ряд площадок, которые, возможно, мы будем использовать для размещения беженцев. Рамиль Хамзович отметил, что сейчас, как никогда, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, необходима помощь, так как среди беженцев дети. И основная задача – обеспечить продовольствием, питанием и средствами личной гигиены. В Нижнекамске тоже есть уже ряд площадок, где организуется сбор. Я думаю, что в течение этой недели мы тоже, скажем, системно, если будет желание наших жителей помочь финансово или вещами, то есть по необходимости, я думаю, что мы в течение этой недели дадим предложение по этим площадкам и в каком форме мы можем оказать помощь нашим друзьям. Также во время совещания подняли тему развития сельского хозяйства на территории Республики Татарстан и разработки мер поддержки фермеров и сельхозпроизводителей.